Ну что, друзья, биткоин превысил 41 тысячу долларов за штуку. Он опять летит вверх. Куда он летит? Почему он летит? Давайте попробуем выяснить. Итак, здравствуйте, друзья. Здесь Демитков Юрий. Я очень редко обращаюсь к теме биткоина, потому что я не считаю, что это надежная инвестиция. Но, тем не менее, вы видите, постоянно я показываю свой портфель в акциях. Вот вы видите, у меня здесь инвестиции от 1 тысячи рублей до 30 тысяч рублей в разные активы. И почему бы здесь не быть биткоину? Ну, вот, но биткоин на московской бирже, естественно, не купишь, поэтому биткоин у меня тоже есть. В биткоин я в свое время вложил, ну, в криптовалюты в районе 100 долларов. Ну, просто взял и вложил, вот, чтобы смотреть иногда. Ну, и вообще посмотреть, как это выглядит, что это такое, с чем ее едят. Я тоже интересовался. И сейчас давайте посмотрим на график биткоина. Ну, и на те инвестиции, которые у меня сделаны. Ну, я недавно посмотрел на инвестиции, которые у меня сделаны в биткоин и удивился. Я думал, что у меня инвестировано там в районе 100 долларов в биткоин, а оказалось, что я их переложил в свое время в Ripple, другую криптовалюту. И Ripple как раз немножечко опустилась, поэтому у меня в результате выяснилось, что у меня все деньги были вложены в Ripple, и там было 75 долларов. Ну, я быстренько переложился, продал Ripple и переложился в биткоин, ну, чтобы, во-первых, восстановить статус-кво, а во-вторых, в ТикТоке я с одним чудаком поспорил о том, что биткоин не будет стоить 150 тысяч долларов в конце года. Ну, и если я вдруг проспорю, то вот они вот, 100 долларов, которые я ему отдал, на 10 тысяч рублей мы поспорили. То есть я совершенно точно отдам эти деньги, если он будет стоить 150 тысяч долларов. Почему? Ну, потому что в 4 раза сумма вырастет, я совершенно спокойно этот спор захеджировал. Ну, а если он не будет, то я получу дополнительно 10 тысяч рублей, что тоже хорошо. То есть я здесь вообще не в убытке. Ну, если, правда, этот человек меня не обманет, не сольется, а, скорее всего, он сольется, потому что любители поспорить, они обычно, ну, брехуны. Вот. Но, тем не менее, за биткоином я слежу. И давайте посмотрим, когда я его купил. Я его купил примерно вот здесь, вот в районе 33-34 тысяч долларов за штуку. То есть я когда купил, он уже вырос, и, как всегда бывает, как только я что-то покупаю, это что-то начинает падать. Ну, я, так сказать, купил и купил. Он упал, потом снова поднялся. Ну, вот сейчас он стоит 41 тысячу. И вы видите, что мои, как бы, мои вложения уже 90 долларов 74. Ну, резкий рост, конечно, все классно, все круто, но я к этому отношусь так спокойненько. Вот где-то здесь я его приобрел. Давайте, сейчас я, где-то у меня тут линеечка, вот она, линеечка, где-то вот, ой, да я на максимуме его 34 где-то. Вот так я его приобрел. Так, сейчас, так, это здесь, и вот так вот, оп. Ничего себе, 22 процента, это очень круто. Вот, ну, здесь я, как бы, отношусь абсолютно спокойно, потому что по-прежнему считаю, что это, ну, крайне ненадежный инструмент на самом деле. Вот, что, почему я считаю биткоин крайне ненадежным инструментом? Смотрите, стоимость любого актива определяется балансом между спросом и предложением. Между спросом и предложением. То есть, если есть спрос повышенный, то, значит, это ажиотажный спрос, и все хотят его купить, соответственно, продавать его никто не хочет, поэтому люди готовы купить по все большей и большей цене, и цена растет. И я думаю, что цена на биткоин растет именно потому, что просто вот этот вот бешеный спрос продолжается на биткоин, который ничем не обоснован, ну, кроме как баланса между спросом и предложением. А есть ли какая-то фундаментальная составляющая в биткоине? Ну, честно говоря, безусловно, есть на самом деле, потому что давайте уже, вот недавно меня дочь спрашивала, говорит, разъясни, пожалуйста, что такое биткоин, что такое майнинг и так далее. Сейчас я попытаюсь вам объяснить. Да, кстати, если вы хотите купить биткоины и не знаете, как это сделать, но у меня тоже спрашивали люди, сделать это проще всего на бирже Binance. Вот это вот у меня самая крупная биржа по торговле биткоинами, это Binance. Мне ее, ну, посоветовал один человек, который сильно в теме. Вот, и, ну, это одна из самых надежных. Тут можно пополнять счет с карты, там, и так далее, и так далее. Можно P2P, значит, если хотите, я могу этому посвятить еще какие-то выпуски. Хотя, в общем-то сказать, ну, на биткоине, я говорю, я сильно не заморочен. Ну, то есть, можно вот на депозит, with travel это вывести, transfer это перевести кому-то. Есть вот очень интересный размер, раздел P2P, то есть, купить у кого-то персонально. Ну, это уже детали, о которых, если захотите, я подробности могу рассказать. Как зарегистрироваться на бирже, вы сможете увидеть в описании к данному видео ссылочку. Вы зарегистрируетесь там от меня и получите даже какие-то преференции, то есть, там пониже будет комиссия для вас. Комиссия там немаленькая, поэтому здесь особенно не поторгуешь, но зато и волатильность огромная, поэтому, может быть, кто-то и захочет. Вот, ну, это лирическое отступление, теперь еще раз, смотрите, цена биткоина, как я уже сказал, зависит от баланса спроса и предложения, но не только от этого. Дело в том, что биткоин, ну, все говорят, что вот выпуск биткоина крайне ограничен и, значит, больше его вот уже вот не будет выпускать, значит, там уже за один биткоин, ну, чисто фундаментально он просто должен стоить дороже. И это действительно, ну, в общем-то, так. Но давайте вспомним, что такое биткоины, что такое криптовалюты вообще. Криптовалюты – это, в общем-то, сказать, отдельный вид валют, которые, они очень серьезно защищены от подделки, их невозможно подделать, в этом есть плюс, в этом есть минус. Они не отслеживаются, налоговые не отслеживаются Центробанком, в этом, многие говорят, что в этом плюс, в этом есть и минус, огромнейший. Вот, но, тем не менее, ну, как бы, они существуют и что делать? Ну, вы спросите, какие минусы у биткоинов? А минусы следующие. Если все мошенники очень обожают, просто вот обожают расчеты в биткоинах. И если вы попали на кого-то, кто вам говорит, блин, такая схема, вообще, вы получите вот в ух кучу денег, оплачиваете вон туда в биткоинах, и, значит, эти биткоины ваши будут расти. То, в общем-то, если вы на это поведетесь, то с огромной вероятностью то, куда вы вложитесь, испарится в неизвестном направлении. И вы уже, ну, если где-то, ну, вы можете хоть как-то подать в полицию заявление, то здесь вы вообще никаких концов никогда не найдете, потому что это не отслеживается. То есть, биткоин это инструмент, который интересует прежде всего теневой сектор, и именно этим мне он не нравится, но если, ну, как бы, говорить о спросе предложений, то вот оно. Теперь дальше, что такое криптовалюта и вообще. Смотрите, биткоин это, ну, вообще говоря, альтернатива платежной системе, то есть, можно, как я уже сказал, расплачиваться между людьми, между, ну, да, между людьми из-за товара за какие-то биткоинами. То есть, это, как бы, можно рассматривать как платежную единицу, как валюту, то есть, криптовалюта. И в этом смысле есть определенная ее ценность. И, смотрите, за каждую такую транзакцию, за каждую транзакцию по биткоинам, то есть, если кто-то у кого-то покупает, там, или кто-то кому-то продает биткоины, или кто-то у кого-то какой-то товар за биткоины покупает или продает, за каждую такую транзакцию берется комиссия, точно такая же, как при переводе с карты на карту, например, если из другого банка, из одного банка в другой, ну, в разные банки, там берется комиссия, скажем, полтора процента. Сколько здесь комиссия берется, я не могу точно сказать, но она не маленькая, по-моему, там что-то 2 или 3 процента за переводы в биткоинах берется системой. Но при этом, ну, как бы абсолютно все, вот только эта комиссия и все. То есть, комиссия не такая маленькая. Куда она девается, эта комиссия? Смотрите, куда она девается. Когда мы переводим валюту из одного кошелька в другой, то вот у этого человека есть кошелек, у этого человека есть кошелек. И этот перевод производится через систему блокчейн. Что такое система блокчейна? Что такое вообще биткоин? Это, ну, вот информация об этой транзакции. Где она существует? Она существует где-то в интернете, в пространстве. Она распределена по различным компьютерам. И эта информация о транзакции, то есть, транзакция считается завершенной только после того, как эту транзакцию подтвердят сразу несколько, ну, участников вот этих вот всей системы биткоина и всей системы блокчейна. То есть, есть какие-то точки, которые это дело подтверждают. Вот эти точки называются фермы. То есть, ну, майнинговые фермы. Что такое майнинг? Майнинг это, рудник это добыча руды. В переводе с английского майнинг это добыча руды. Майн это руда. Ну, в данном случае они добывают именно биткоины для себя. То есть, смотрите, есть какие-то вот эти вот фермы, которые подтверждают эту операцию. Для того, чтобы подтвердить эту операцию, они должны решить определенную совершенно задачу. В зависимости от того, какую задачу они решают, ну, как бы вот это и будет та, ну, криптовалюта. То есть, у каждой криптовалюты своя есть задача, своя сложность решения этой задачи, этой транзакции. И для того, чтобы эту задачу решить, ну, нужны определенные вычисленные мощности, которые, ну, в общем-то сказать, ну, как бы задействованы в этой цепочке. И первые, скажем, ну, там какое-то количество, то есть, ну, там типа 24, если узла, 24 первые узла, которые подтверждают эту операцию, они ее подтверждают. То вот эта комиссия 2% идет, ну, части там, наверное, основателям биткоина. Но она распределяется между вот этими фермами, которые быстрее всего решили данную задачу и подтвердили эту операцию. То есть, там операция должна быть подтверждена, и между ними делится как раз вот эта комиссия, между теми, кто быстрее всего подтвердил эту транзакцию, быстрее всего ее решил данную задачу. Поэтому вот у меня дочь спрашивает, говорит, а у нас один знакомый купил вот эту вот ферму для биткоинов, там, ASIC какой-то там, и у себя в гараже поставил, и он себе там майнит биткоин, и он такой довольный, говорит, что вот я тут сам себе намываю биткоины, их становится все больше и больше. И, ну, единственная проблема, он говорит, что за электричество надо платить, потому что эта ферма пожирает очень много электричества. То есть, вот вам, пожалуйста, ну, и дочь спрашивает ферму, так сказать, как бы, может быть, стоит купить такую ферму и, так сказать, себе мыть, майнить эти биткоины. На самом деле, вся проблема в следующем. Смотрите, задача по разрешению вот этой вот подтверждению транзакции, она достаточно сложная и требует больших вычислительных мощностей. Вы знаете, что чем больше вычислительная мощность, тем дороже стоит само устройство, и тем больше, ну, быстродействие, опять же, а быстродействие напрямую связано с потреблением энергии. И получается, что те, кто купил самые мощные фермы, они, в общем-то, и попадают в число вот этих, как правило, 24 первых тех, кто подтвердил операцию. А все остальные, у которых менее мощная штука, они, значит, там решают-решают, 24 штуки уже решили, а эти уже остаются не у дел. То есть, они напрасно все это сделали и пытаются решить следующую задачу. Вот, и так как там есть, ну, как бы большой элемент подбора случайных чисел, то случайно они могут решить что-то, но, опять же, ну, больше вероятность у тех, у кого больше вычислительная мощность. А у тех, у кого маленькая вычислительная мощность, они просто тратят за энергию, и получается, что у них есть затраты на электроэнергию. То есть, это типичное производство, то есть, это бизнес. Майнинг – это бизнес. У бизнеса есть затраты на производство, единицы продукции. Единицы продукции у них – это вот эти самые биткоины, которые они получают от системы в качестве комиссии за подтвержденный перевод. То есть, есть выпускаемая продукция, есть у нее себестоимость. Что такое себестоимость? Себестоимость – это стоимость фермы, это как бы станок, который мы должны окупить за какой-то срок. Ну, станок, как правило, там, ну, окупаться должен, там, ну, скажем, года за два, да? То есть, мы закладываем стоимость фермы, делим ее на 24 месяца. Вот столько биткоинов мы должны получить для того, чтобы просто окупить стоимость этой самой фермы. А все, что сверху, это будет наша прибыль, как бы. Ну, ну, то же самое, как машину. Вы покупаете машину, начинаете заниматься грузоперевозками, вы получаете деньги за грузоперевозки, но через какой-то срок вы должны купить новую машину, к этому моменту вы должны отложить деньги на новую машину и остаться еще в прибыли. То есть, ну, точно такая же схема производственного предприятия – это бизнес на майнинге. Вот, и здесь есть, естественно, своя себестоимость, потому что, ну, есть стоимость электроэнергии, которой мы не можем управлять. Вот, есть стоимость фермы, которой мы можем управлять, но у нас деньги ограничены. Чем больше денег мы вложим, тем больше мы намоем, конечно, но тем больше нам придется отбивать денег. Ну, то есть, ну, типичная схема бизнеса. Надо ли этим заниматься, я не знаю. Ну, вот, этот знакомый дочери сказал, что у него главная проблема – это вернуть затраты на электричество. И поэтому, что происходит, ну, как в любом бизнесе происходит укропнение. Укропнение компании, укропнение всего вот этого. То есть, смотрите, этот бизнес концентрируется в местах, где самая дешевая, ну, скажем, электроэнергия, да? Электроэнергия самая дешевая, ну, скажем, вот, ну, в России, это в Иркутской области, там братская ГЭС, насколько я понимаю. И там дешевле всего тарифы на электроэнергию. Недавно, вот, я прочитал информацию о том, что нефтяные компании тоже решили заняться майнингом. То есть, смотрите, у них есть сопутствующий природный газ, который там факелы стоят, они его сжигают. И если этот газ не сжигать, а его использовать для генерации электроэнергии, то, ну, энергия-то генерируется. Но чтобы ее куда-то, значит, на материк, скажем так, перенаправить, нужно построить линию электропередач, который, в общем-то сказать, ну, стоит больших денег, а эти деньги, ну, не скоро окупятся, поэтому газ просто сжигается, его, ну, неинтересно строить эту линию электропередач. Так вот, я читал, что нефтяные компании решили, что, а давайте-ка мы поставим генератор, вот эту вот электростанцию, и они приглашают майнеров для того, чтобы, ну, они говорят, давайте по дешевке у нас будете брать вот здесь вот газ, на севере. Почему на севере хорошо? Потому что эти майнинговые фермы, ну, там, естественно, серьезные компании будут, с серьезными такими, ну, хорошими установочками, которые пожирают массу энергии. Но, опять же, она, как бы, вот она дешевая, опять же, то есть нефтяные компании получают за энергию и отбивают свою вот эту вот электростанцию, генератор. Майнинговая ферма получает энергию дешевле, чем на материке, и все, что ей нужно, это только интернет, собственно говоря, и все достаточно быстрое, а он там есть, и вот оно, значит, как бы схема. Но туда поставить оборудование, вот это вот дорогое для майнинговой фермы, ну, забросить на вертолете, это тоже стоит больших денег, поэтому что делают? Делают совместное какие-то, ну, типа акционерное общество, такой большой пул из акционеров, то есть это как бы, ну, как ETF, то есть скидываются в складчину и, значит, говорят, вот мы будем зарабатывать там достаточно большое количество биткоинов, а они действительно зарабатывают достаточно большое количество биткоинов, и это количество биткоинов делится пропорционально между вкладчиками. Есть такие уже буквально вот пулы, буквально, ну, я в этом так далеко уже не заморачивался, я не знаю, где эти пулы какие, но я знаю, что они есть, то есть это форма уже как бы акционерных обществ, то есть вот вся система развивается в эту сторону, я в это дело не инвестирую, но в них тоже можно как бы инвестировать, получить свою долю, здесь самое главное, то же самое, не нарваться на мошенников, вот, потому что, ну, опять же, ну, то есть вы вкладываете, скажем, вы вкладываете свои там тысячу, пять, десять долларов, а получите вы свои биткоины или нет, ну, как бы на это вложение, ну, есть большой вопрос, потому что здесь, ну, надо проверять, куда вы вкладываетесь и не исчезнет ли эта компания, то есть вот все, что связано с биткоином, это связано как раз с надежностью, которая, ну, государство-то его не поддерживает, и поэтому здесь вы чисто берете риски все, вот подобные на себя, то есть будут вам платить эти деньги или нет, кто будет платить, не испарится ли такая фирма и так далее. Вот, ну, вот кратко я рассказал о бизнесе на биткоинах, о том, на чем он основан, то есть у него есть действительно какая-то себестоимость, потому что, да, и эта себестоимость, смотрите, чем больше таких операций будет, тем больше потребуется, ну, их решать, вот эти задачи, эти алгоритмы, тем больше будут заработки там и, ну, при той же себестоимости, грубо говоря. Но если, если количество транзакций через биткоин или другую криптовалюту не будет увеличиваться, то подпитка вот эта в виде комиссий не будет идти. А если не идет подпитка, то, в общем-то, какой бы ни был баланс между спросом и предложением, как бы громко ни кричали, что он не печатается, не печатается, но он неминуемо рухнет. Поэтому вот основная доля в ценообразовании, это все-таки не себестоимость и не комиссия, я считаю, а баланс между спросом и предложением. А на это рассчитывать не стоит, на устойчивый рост биткоина, потому что, когда рост основан чисто на ажиотажном спросе, он точно так же может и сдуться. То есть это, ну, в принципе, по всем признакам пузырь может быть. Если не будет расти количество операций в биткоинах. Биткоин может использоваться не только для транзакций денежных, но, возможно, для подтверждения другой информации, там, скажем, для хранения данных и так далее. Если это произойдет, то биткоин очень сильно вырастет. Если это, ну, если система информации будет хранить, будут подтверждать информацию о транзакциях каких-то уже, ну, через блокчейны, которые основаны на биткоинах. Ну, скажем, это запись актов гражданского ЗАГС, например. То есть здесь тоже требуются бешеные совершенно ресурсы, которые через систему блокчейна, она для этого и развивается, будут даваться. И, ну, значит, какие-то записи, скажем, о рождении, о смерти и так далее, о заключении брака, ну, скажем, они вносятся изменения в эту книгу, скажем, учета, и эта книга, ну, подтверждается. А информация хранится распределенно в разных центрах, то есть она в интернете, здесь не нужно строить дата-центров. Поэтому, если какая-то вот уже серьезная структура возьмет, ну, скажем, биткоин и блокчейн на основе биткоина за основу, то здесь, конечно, будет рост. Но для этого, для этого, ну, скорее всего, это произойдет. Но это будет какая-то государственная криптовалюта. Я думаю, что это будет не биткоин, а нечто другое. Ну, скажем, крипторубль. Вот. И он уже будет контролироваться, естественно, государством. И, с одной стороны, это хорошо, потому что, ну, уже можно будет и в полицию подать, если вас кто-то обманул, и найдут мошенников, с одной стороны. А с другой стороны, ну, это повысит ее стоимость. То есть я думаю, что вполне можно ожидать какой-то национальной криптовалюты, у которой будет свой курс, там, крипторубль. Он будет не соответствовать обычному рублю, а он будет использоваться именно вот для таких целей. Вот эти штуки я жду. Причем жду уже в этом году, потому что, ну, они будут. И вот здесь вот будет, конечно же, когда государство возьмет все в свои руки. Ну, естественно, у государства ресурсов больше по этому делу. И вот здесь уже все будет достаточно серьезно. Что это будет, биткоин или там какой-нибудь эфир? Эфир, ну, скорее будет эфир, потому что все-таки Виталик Бутерин, он, ну, по крайней мере, из России. Вот, с ним как-то можно договориться, я думаю. И я думаю, что он не будет против. И уже были контакты у нас в правительстве с Виталиком, поэтому, может быть, это будет эфир. Вот. Ну, здесь бабушка надвое сказала. Еще раз хочу сказать, что, ну, я рассматриваю биткоин как просто один из вариантов тоже инвестиций. Почему бы нет? Как это сделать, я сказал. Ссылочка на Binance, пожалуйста, будет в описании к данному видео. Ну, а на сегодня все. Пишите вопросы, если что-то у вас, ну, вызывает вопросы. И если что-то, может быть, я неправильно сказал, наверняка сейчас начнутся критики, там, про какие-то форки начнут говорить, там, про халфинги и так далее. Ну, напишите. Мне просто любопытно, во-первых. А, во-вторых, ну, это будет стимулировать меня для того, чтобы почитать, ну, побольше, может быть, информации, потому что наверняка будут говорить там какие-то, ты вообще ничего не знаешь. Ну, пожалуйста, напишите. Вот. Ну, а о своем видении я рассказал. На сегодня все. Спасибо за внимание. С вами был Деметков Юрий. До встречи.